Мои дорогие, всем привет, мои зайчики! Всем здравствуйте! Извиняюсь за такой дебилоидный вид, но я что поделаю, я просто собираюсь сейчас в театр и хочу что-нибудь перекусить, потому что мне уже через 30 минут, через 40 где-то так выходить. Я предлагаю открыть картошку, которую мне передала Ирина из винограда, потому что она уже готовая. Я бы сделал какое-нибудь сейчас пюре. Если молоко у меня еще не стухло, потому что срок годности уже у этого молока истек. Ну, надеюсь, что такого? Я же прям чуть-чуть его. Вот. Что нам сейчас нужно с вами сделать? Взять какую-нибудь тарелку, наверное, потому что ну нахрена нам нахрена нам целая кастрюля, согласитесь, да? Опять у нас с вами какие-то кулинарные шедевры получаются. Сейчас я все приготовлю, мои золотенькие, мои душечки. Ничего не вижу сам, потому что очень темный экран. Я просто сейчас еще умылся, поэтому еще пока что не замазываю свое страшненькое лицо. но, соответственно, я пока немножко выгляжу так не очень. Ничего, мне просто надо сейчас быстренько покушать. Вот. И это. У меня есть сосиски. Я думаю, я сейчас сосисками наверну. Вот. Так, они это плодовареные, да? Мне на одну порцию наверное штучек идти хватит. Они сейчас сами из этой скорлупки. Они же уже готовы. Они сейчас сами из этой шелухи будут. Их чистить-то тут не надо. Мне кажется, даже. Вот. Ну что за темные экрана? Сейчас, секунду. Я хотя бы теперь себя вижу нормально более-менее. Потому что я до этого себя не видел. Короче. Сейчас я чищу картошку. Растолкаю ее. Добавлю молока. Посолю. Если мне там понадобится. Это пюре я засуну в микроволновку. Вместе с сосисками я положу. Я выложу его на обычную тарелку. На плоскую. Брошу туда сосиски. Разогрею все. И поем. Что мне готовить совершенно некогда. Я сейчас не опаздываю. Я в принципе уже рассчитала, что я в 17-20 я выхожу из дома. Вот. И дую на спектакль в новую оперу. Я уже вчера говорил в эфире. Это спектакль Альфреда Шнитке Доктор Фауст. Это типа что-то кантата, на которой будет контр-тенор. Вот и посмотрим. Наташа мне вчера сказала, что в принципе он нормальный, то есть контр-тенор. Люда, наша концертмейстер из консерватории сказала нам, что типа чудом как-то удалось, ну вот мне Ирина Евгеньевна сегодня сказала, что чудом удалось достать билет, потому что это такая, знаете, такой разовый спектакль, разовая акция. Но я уже Ирине Евгеньевне сегодня, мы по телефону с ней общались, я и сказала, что как бы Наташа без проблем, она еще сказала, если будут свободные места, пересядешь, куда тебе надо. Потом после спектакля я планирую доехать до метро в водный стадион, мне нужно там купить журналы чародейки. Я же в детстве, ну как в детстве, начиная, сейчас скажу с какого класса, с апреля 2009 года, это я учился в четвертом классе, я начал собирать журналы чародейки. Вот, но в двенадцатом году они закончились. И потом настал период у меня, ну это абсолютно недавно, может, года три-четыре назад, когда я стала на Авито скупать спустя десять лет другие журналы других годов. Вот, и короче, хочу закрыть 2005 год уже. Я собрал все журналы, там они выходили раз в месяц, вы считаете, 12 журналов в год. Я собрал за 2006 все, 2007, они выходили с 2003 года, и то с март месяца, по-моему. Я собрал все за 2006, за 2007, за 2008, за 9, 10. В одиннадцатом мне шесть журналов, половину собрать, в двенадцатом четыре. и в пятом году у меня три журнала осталось собрать. И я их нашел в Москве. Правда, за 300 рублей, ну, за одну штуку 300 рублей. Я подумал, блин, зато я закрою целый год, пятый год. Вот, ни одного журнала у меня за 2004, 2003 нет. Ну, продают за бешеные деньги. Короче, хочу вот доехать, договориться сегодня на Авито. Думаю, надо положить деньги, у меня же денег-то на карте нет. Денег на карте нет. Я хочу найти банкомат, пока пойду. Вот, чтобы положить, чтобы перевести. Все, вот столько у меня картошечки получилось. Сейчас я ее холодненькую растолкаю. У меня что-то потухало. Блин, Только я сейчас выкину весь этот мусор. Я уже приготовил там у двери поставил мусор. Сейчас я когда уйду выкину. Сейчас я растолкаю. в принципе стекло здесь толстое на тарелке. Я думаю, что ничего такого я не испорчу. А, я сегодня всю квартиру еще раз убрал. Не убрал, а вчера срач-то навел. Ничего не делал. Сегодня все сделал. здесь на кухне полы. волка. Вчера вечером написал анфик по Гарри Поттеру. Чем-то захотелось мне. Для тех, кто не знает, анфик это то, что ты сочиняешь сам по какому-то известному там произведению. Ну, произведение уже составлено, да, сделано. Вот. А ты как бы сочиняешь свою какую-то версию с теми же героями. Может, не с теми. Можно в том же, например, в том же те же места действия использовать. И герои другие выдуманные. Нормально. Хорошее, кстати, молоко. Слушайте-ка, да кто-то уходит одна порция. Кософили маленькие получились. Вот. Вот такие вот дела. Да, подняли у меня, конечно, вчера настроение. Я вам поднял. Вы знаете, когда вы мне пишите там в комментариях или в сообщениях спасибо, типа, Миш, ты такой позитив. Я еще думаю, я вчера такой тухлый был, а люди меня позитивным считают. Ну, ладно. И от этого я сам становлюсь радостной. Думаю, нифига себе. Ребята, вы уж меня простите за то, что я не отвечаю на комментарии. Я обязательно сделаю отдельное видео. Прям вот на днях. Еще-чуть молочка добавлю. Обязательно сделаю на днях видео с ответами на комментарии. Ну, конечно, особо колкие комментарии я не пропускаю. И всегда их... Всегда на них отвечаю сразу же. И почему-то это... И почему-то люди некоторые удаляют свои комментарии смешные. Ну, не смешные, а где они там меня там обсирают или еще что-нибудь. Для меня это вообще не задевает никак. Вообще. Сейчас я вам покажу, что получилось. Обычно пюре как пюре. Меня это вообще ни разу не задевает. Не знаю. Ну, то есть, есть такие преданные фанаты, которые думают, что, типа, про меня только хорошо и никак. Да я вас умоляю. Когда все хорошо, это очень... Блядь, извините. Это все очень приторно звучит. А вот когда такое гамнецо... Ой, да вы что? Посраться с кем-то. Это вообще круто, на самом деле. Все. Я вылаживаю. Выкладываю. Блин, что-то вообще прям как дном у какого-то получилось. Извиняюсь за излишний шум. Ну, хотя я пюре вообще не люблю. Я думаю, что мне и этого будет достаточно. Пиздец. Ну, это уж совсем, конечно, мало. Ох, плевать. Немножко я не... Ну, толкушку не доработал. Мне некогда уже подправляться. Вот у меня как раз в упаковке осталось две сосиски. Сейчас я их выложу. Очень радует меня, когда я вас на что-то вдохновляю, потому что сам же я так же от кого-то, от чего-то вдохновляюсь. Вот. Все равно. Я считаю, что вот такие люди, как... Ну, вообще. Такие люди, вот, которые на видео там что-то снимают, да, они созданы для того, чтобы других людей вдохновлять на какие-то либо дела. по стуке. Я, например, насмотрюсь в ТикТоке, как кто-то убирается. Убирает свою хату. Думаю, блядь, надо тоже убраться. Убивать, а? Картошка с вами прикрепилась. Он не хочет отдираться. Ну, вот, короче. И хочется сразу же тоже убираться там. Я вчера селедки еще нарезал. Так, показываю вам. Ну, собственно, вот, за секундочку так мы с вами наклепали этот ужин себе. Ставлю две сосиски и пюре. Блин, я так рад, что у меня появилась микрооролл-мородка. Я вот думаю, сейчас мне есть или не сейчас. Просто я хочу в 17-20 выходить через 20 минут. Наверное, сейчас. Да, не наверное, а сейчас. Так, 20 минут осталось. Что-то снизу. А, нет. Это другую наполовку. Все, пускай греется. Мои видео, на самом деле, не несут никакой информационной... Ну, короче, информации. Вот. Но мне просто нравится, что ты ничего не делаешь, на самом деле. делаешь какие-то бытовые моменты. Собственно, потом люди, которые тебя смотрят, делают такие же бытовые моменты и смотрят тебя. По сути, вы делаете одинаковое дело. Понимаете, да? Так, я что-то хотела. Я хотела. Кто-то засыпает под моим ребенком. Сейчас водичку хлебну. А, тут я не буду чуглить. Ну, вот. Так, чем запивать? Я допил... Я допил... На тофтаре. Сейчас допью вот этот. Вот молочный коктейль. Хотя я, судя по-селюбе, уже селедки пожрал. Здесь немного не пронесли. Блин, как мне нравится, что у меня теперь есть микроволновка. Знаете, я еще подогрею. Я еще подогрею. Короче, я еще сейчас подогрею. Пойду приведу себя в порядок. Уже оденусь и сяду есть. Потому что... Потому что... Я все сказала. Все. Значит, так, пойду, потому что надо смывать уже с себя крем после... Я пробрила лицо. Все. Немножко я подретушировал себя. У меня осталось 9 минут до выхода. Я сейчас пожую немножечко. Я думаю, я не оголодаю. Я на всякий случай с собой взял этот, как его, конфеток. Ну, мало ли. Хотя постановка будет идти час. Ну, я взял с собой конфеток. Вот. Мармеладок. Ну, то, что мне передавали. Вот. Ну, короче. Такую фигнюшку. Так, колонку я оставлю уже здесь. Не буду снимать. Нянчиться. Сейчас надо таблетки выпить свои. Я уже пью много-много времени. Так. Ну, все. Приятного аппетита. Кто ест, кто не ест. Не люблю все наспех делать. Особенно есть. Слушаю Мусорского Модеста Петровича. Сейчас мне все картинки с выставки высвечивались. Лицо не живое. Какая-то женщина там в комментариях писала Михаил, прекратите свои волосы трогать и через каждое слово вставлять типа. Блин. Ты серьезно? Я же не твои волосы трогал. Не знаю, почему все сразу же удаляют свои комменты. Блин. Мне так обидно становится. Я просто такие ответы сочиняю прикольные. Ну, такие острые. Сухая карта. Малая молока налила. А они, блин, удаляют. И получается, что они удаляют и свой комментарий. И получается, мой ответ тоже удаляют. Это так грустно. И эти из Дагестана тоже удалили. Потому что, ну там, реально хорошие были ответы такие прикольные. Все удаляли нахер. Зачем вы тогда оставляете комментарии? Просто для чего? Чтобы их все увидели. Сами же мне говорите. Не удаляй, Михаил, типа, комментарий. Если ты смелый такой, ну, тебя, это, ну, да, да. Хороший комментарий. И веселый. Мне тут одна пишет под видео. Не знаю, может быть, это есть комментарий, остался. Но я его вам дословно не перескажу тоже. Она говорит Что там Дорогая моя Мне так страшно на тебя смотреть Я работаю в реанимации Спасаю желудки А ты, говорит, ешь, дурочка Ну, БПРшки У тебя проблемы со здоровьем И ты себя не бережешь Ну, я опускаю момент, что она ко мне как к девушке обращается Я уже думаю, бог с ним Я ей что-то ответил И я пишу Малышка моя Я не знаю, конечно, сколько ей лет было Я говорю, я работаю в храме Спасаю душу людей И типа что-то Тебе того же желаю Что-то такое я сострил Она ударила, блядь, в комментариях Дура, что ли На такие я отвечаю Ну, а где вы меня там нахваливаете Я потом Отвечу Картошку так тяжело есть Несмотря на то, что на пюре Она такая вся Вязкая Я не умею, кстати, очень быстро есть У меня есть знакомые Господи, которые за пять минут могут сажать все Это я не прокачу, если что Вот мы недавно с Аней ходили Аня, моя одногруппница Извиняй Извиняйся Мы с ней решили пойти В индийскую кухню Она взяла, я взял Что-то там Она спорола в миг Она, несмотря на то, что она взяла больше, чем я Я мямлил, 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 мямлил Спорола все Я думаю, что я сейчас не успею это доесть Хотя вот совсем чуток остался Да мне не особо есть хочется, на самом деле Но это сейчас я понимаю, что я когда приеду в театр, мне захочется Все Не хочу больше Дать осталось на один зуб Ой, давай еще Здесь у меня вода чуть не упала сюда На ужин оставлю На пользу Как раз тут хватит Я очень шумный, я знаю Да Вот это я напью У меня Сзади На языках С обеих сторон Скачали Волдерим Типа стоматита И тут все из-за этого Из-за болезни Я даже говорить нормально не мог С утра Все, мои золотые Все, мои зайчики Я пойду Побегу Мы с вами не прощаемся А говорим до скорой встречи Да шучу я Лормальный У меня стоит еще шоколадный Такой же Только в коробке Не описывается Все, моя писья Все, я побегаю Субтитры сделал DimaTorzok